Завершающий эпизод Ну, прежде всего, это, конечно, земледелие. Смотрите, начиная с древнего времени, что фиксируется археологически и, собственно, в письменных источниках тоже, выращивается пшеница, рожь, ячмень, овес. То есть, вот здесь, уже здесь, обратите внимание, в Испании наблюдается сразу выход за пределы традиционной средиземноморской триады, то есть, ячмень, оливки, виноград. Выращивается значительно больше даже злаков, помимо ячменя и пшеницы, которая требует отдельного ухода, и рожь, и овес. Со времен мусульманской конкисты, прежде всего, в долинах рек, на заливных территориях выращивается еще и рис. Да, здесь маленькая пометка на полях, терминологическая. Я, видите, сказал и даже написал «мусульманская конкиста». Так говорят, хотя говорят редко. Обычно говорят «мусульманское завоевание» или «арабское завоевание». Соответственно, «реконкиста», «отвоевание» — это процесс возвращения христианами себе контроля над Пиренейским полуостровом. Процесс, растянувшийся с 718 по 1492 год. Словом «конкиста», но с большой буквы, как правило, называют завоевательные походы и шире завоевательную политику испанской монархии в новом свете, на берегах Америки. О чем, собственно, мы будем говорить, но в соответствующих этому лекциях. Терминологическая врезка закончена. Помимо, собственно говоря, зерновых культур, в Испании выращивается довольно большое количество того, что можно назвать техническими культурами. Почему такое название? Потому что плоды этих культур идут практически полностью в переработку. Это не значит, что нельзя, что никто не ест виноград. Едят, конечно, да, но в основном виноград идет все-таки на вино. Вот, и здесь на севере это лен. По всему полуострову это виноград, конечно. Сейчас оливы, хлопчатник, сахарный тростник, ряд красящих растений. Но если мы с вами говорим не о древности, а о современности, то уже очень легко увидеть, что в Испании есть целые регионы, специализирующиеся на каком-то виде растений. Ну, например, если вы зададите целью проехать Испанию с севера на юг, на поезде, ну, скажем, давайте с севера, с запада, да, из Хихона до Мадрида, из Мадрида до Севильи. Почему бы нет? Такое хорошее путешествие, да? Так вот, вы увидите, что в районе, значит, в Астурийских краях, помимо дикой растительности, вы увидите виноградники и разные сельхозрастения, в которых, ну, в частности, можно будет опознать лен, хотя не только. В районе центра полуострова виноградников станет ощутимо больше, еще больше их будет, разумеется, в районе, скажем, Ильёхи, да, вот виноградники Ильёхи, вы видите на верхнем кадре из двух представленных. Там будут места, когда виноградники будут покрывать собой вообще каждый квадратный метр земли, каждую точку, которую вы будете видеть из окна поезда, или из окна автобуса, или из окна автомобиля, без разницы. Будут покрывать виноградные поля, да, вот это вот виноградные посадки, виноградные лозы. Соответственно, чем южнее вы будете опускаться, чем южнее вы будете ехать, тем больше вы будете встречать, во-первых, полей зерновых, скажем, пшеница. Она почти вся растет южнее центральной кордильеры, южнее месеты. И там виноградники, хотя все равно будут островаться, разумеется, будут, но они все чаще, чаще, чаще начнут уступать место оливковым плантациям, огромным-огромным оливковым посадкам. Ведь если вы сейчас посмотрите на нижнюю картинку, на нижнюю фотографию, да, снятую как раз в Андеруси, то вы увидите, что вот от ближайших к вам низкорослых деревьев, да, и до двух вот этих вот низких гор или высоких холмов, видных на горизонте, все засажено оливками. Если вы посмотрите, это ни разу не дикие леса, это оливковые плантации. Оливки будут закрывать с собой все доступное место. Там, где не будет олив, будут персиковые и яблочные плантации. Где не будут персиков, яблок, олив и винограда, будет пшеница, как я уже сказал. Ну и по остаточному принципу пойдут всякие фрукты, овощи. Собственно, персики я назвал, да, так что пойдут там, не знаю, помидоры и прочее. Но это уже надо присматриваться. А вот оливки, виноград, пшеница, это будет практически везде. Практически везде. Вот, помимо этого, плодовые деревья с древности в Испании выращиваются и яблони, и сливы, да, и груши, и вишни, и черешни. Вот, а также на юге вы, ну, в древности вы увидеть этого не могли бы, вы могли бы об этом прочесть. А сейчас вы можете увидеть гранатовые деревья, мандарины, которые растут в каждом дворе, апельсины, которые растут в каждом монастырском клаустре. То есть замкнутый дворик, да, внутренний дворик монастыря, а зачастую просто по улицам городов цитрусы будут расти тоже вот буквально везде, везде и везде. Собственно, археологический инвентарь и, сохранившись как от древности, так и от средних веков, ну, в данном случае римская эпоха перед вами, что видно, серпы, которые использовались для того, чтобы сжать зерновые, мотыги, кетмини, мотыги, которые использовались для рыхления почвы, щипцы и клещи, которые выдают развитое, ну, в известной степени, развитое кузнечное дело. То есть это уже не просто сельское хозяйство, это уже и ремесло здесь же, да. Здесь, собственно, что важно, весь инвентарь, который в Испании есть, это местный. Туда не завозили практически кованных товаров, потому что все, что изготавливали, изготавливали на месте. И, наконец, буквально несколько слов про скотоводство. В Испании разводят и мелкий, и крупный рогатый скот, то есть козы, овцы, коровы. В огромных количествах разводят свиней. Мы будем еще сталкиваться с упоминанием хамона, в том числе римлянами, да. Вот. Разводят птицу, разводят коней, хотя это меньше, да, в меньшей степени развито. Вот. Настоящее испанское животное, это кони, ну, помимо свиньи, это, конечно, овца и коза. Вот. Что касается овец, то обратите, пожалуйста, внимание на верхнюю фотографию. Она интересна тем, что перед вами не просто овцы, вид сзади, это ладно. Перед вами так называемая коняда. Коняда или коньяда – это скотопрогонный путь. Вот такие вот пути пересекали Испанию с северо-запада на юго-восток преимущественно. И по ним проводились сезонные миграции скота. Огромные, огромные стада, во много тысяч голов перегоняли с севера на юг, потом с юга на север страны. Собственно, достаточно долгое время это отдавалось все на частный откуп. Пока в 1270 году, мы об этом будем говорить отдельно, с вами король Альфонсо X и Мудрый не провозгласил создание знаменитой места. Место сообщества скотовладельцев, да, те, кто контролировали сеть вот этих самых коняд, и те, кто лоббировали интересы скотопромышленников по отношению к, скажем, земледельцам. Потому что, как вы понимаете, коньяда проходит, в том числе, через земледельческие угодья, а овцы, идущие по такой дороге, имеют обыкновение, скажем, отбредать на обочину и объедать все, что плохо лежит, все, что близко растет, в том числе плодовые деревья или там, скажем, какие-то посадки. Ну вот, так что, это одна из тоже отличительных черт испанского скотоводства, коньяды. Но, значит, давайте коротко глянем на литературу. Значит, здесь что? Я крайне рекомендую взять книгу «Страны и народы» 1983 года. Она, с одной стороны, старая, с другой стороны, в ней по-русски сведены основные данные по поводу географии, климата и речных и горных систем Испании. Параллельно к этому неплохо взять книгу «Циркина» по древней Испании. Книги «Циркина» прежде всего компилятивные, да, он не столько свое пишет, сколько собирает из чужих книг, но зато возможность поработать с ними избавляет от необходимости набирать самому всю литературу заново. По испанскому языку я прежде всего рекомендую по истории языка книгу Владимира Шишмарева «Очерки истории языков Испании». Григорьева не настолько, ну, это вкусовщина, мне он нравится меньше. Хотя, конечно, историю испанского надо учить, надо читать, если этим заниматься серьезно, да, надо читать по истории «Идиома испанель», огромный том, изданный уже в 2000-х годах в Барселоне. Соответственно, данные, которые я приводил по климату, по речным бассейнам, по флоре и фауне, во многом опираются на те издания, которые сейчас перед вами. Это «Климатический адрес Иберийского полуострова», изданный совместно Мадридом и Лиссабоном в 2011 году. Это продолжающееся издание «Иберийская фауна». Ну, вышло более 14 томов. Они то продолжают переиздание, то замирают на некоторое время, то начинают заново. Но довольно много уже чего вышло. И, соответственно, это двухтомник «Виджитейшн» из Айбилиан Пенинсула, который вышел в Шпрингере в 2017-м. Это наиболее подробная информация про растительность Пиренейского полуострова здесь и сейчас, в десятые годы 21-го столетия. Из двух других книг я, безусловно, горячо рекомендую курс истории испанских институтов Луиса Гарсии де Вальдави Яна. Классическая работа, которую можно читать хоть по главам, отыскивая ответ на какой-то конкретный вопрос, хоть просто целиком, помимо всего прочего, написано на очень хорошем языке. Спасибо за внимание. И следующая лекция будет посвящена римской истории Испании. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok